Здравствуйте, дорогие друзья! 21 мая. Мы с вами продолжаем изучать книгу Бытие. Начинается девятый урок, который называется «Яков Запинатель». Итак, мы будем с вами изучать очередную личность Ветхого Завета. Это Яков. Памятный стих звучит так. «И сказал он, не потому ли дано ему имя Яков, потому что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Бытие 27.36». Это слова Исава, в которых слышна горечь. Да, Яков причинил ему действительно горечь и боль тем, что он его обманул и раз, и два. Но Яков был человеком, который ни раз, ни два, ни три. Он много раз лукавил и обманывал и не только Исава, но и разных людей. Об этом будет у нас рассуждение на этой неделе. Вообще Якову посвящены два урока – этой недели и следующей недели. На этой неделе мы рассматриваем Якова как человека, который был лукавым, который обманывал, хитрил. А на следующей неделе мы будем говорить о том, как он по-настоящему встретился с Богом и по-настоящему пережил преобразование в своей жизни. Итак, на этой неделе мы рассматриваем то, как Яков обманул своего брата, обманул своего отца, как он обманул потом своего тестя. И вот такую жизнь он вел, в которой было много лукавства, нечестности, хитрости, каких-то человеческих приемов. И это даст нам возможность посмотреть и заглянуть в свое сердце, посмотреть, а нет ли в моем сердце такого же лукавства. При том, что я верю в Бога. Яков, кстати, был верующим человеком, мы это увидим. Может быть, при этом я где-то прибегаю к человеческим каким-то методам, подходам, приемам, так, чтобы решать человеческие, земные какие-то дела, земными человеческими методами. И будем проверять себя, будем смотреть, учиться из Священного Писания на негативных примерах из жизни Якова. И, конечно же, самое главное, о чем говорит эта тема, о том, что Бог настолько милостив, настолько его благодать простирается к нам, что, посмотрите, и мы увидим это, как Бог терпеливо относился к Якову. Несмотря на все его ошибки, несмотря на его вот это лукавство и хитрость, Бог продолжал его благословлять, и Бог давал ему время, чтобы сначала вкусить всю прелесть, в кавычках, вот такого образа жизни, а затем оценить по-настоящему то, что предлагает Бог. Чистые, настоящие, честные отношения с Ним, честные отношения с людьми. И вот этот путь жизненный Якова, давайте мы пройдем вместе с ним и постараемся сами тоже пережить подобный опыт. Заглянув в себя, может быть, что-то обнаружить, что-то принести Богу, в чем-то покаяться, что-то оставить. И по-настоящему бороться с Богом для того, чтобы достичь настоящей, предельной, радикальной честности перед Богом и перед людьми. Пусть Бог благословит нас в этом. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твои наставления в Священном Писании и за эти прекрасные примеры из жизни людей древности, на которых мы можем учиться и исправлять свой образ жизни. Благослови, Господь, чтобы наша жизнь стала чистой, честной, открытой, прямой, чтобы в нашей жизни во всем был отображен Ты, Господь, и чтобы наш характер во всем был отражением Твоего любящего и Твоего доброго характера. Благослови нас. Проси во имя Иисуса Христа Спасителя. Аминь. Дорогие друзья, мы вводим еще одну рубрику в наше общение. Такая мысль пришла. Я буду задавать некоторые вопросы библейские, а вы пишите ваши ответы. На следующий день я буду давать ответы, которые содержатся в Священном Писании. Вместе будем их искать и находить. Мой первый вопрос к вам. Как вы видите, как вы понимаете, внимательно изучите Священное Писание, посмотрите, сколько лет было Аврааму, когда у него родились внуки Исаак, внуки Исаав и Яков. То есть, когда у Исаака родились сыновья, у Авраама родились внуки, сколько лет было Авраама. Это будет интересно для нас, для понимания, правильного понимания этих историй. Пусть Бог благословит вас, Божьи благословения на весь день. До свидания.